Всем привет! Сегодня в этот солнечный денёк предлагаю вам прогуляться в магазин Second Hand. Сегодня там всё по 50 рублей. Я немножечко обновила свой цвет волос и бегу в Second Hand. Забежала в тот, в котором уже была. Думала, вернусь за сарафанчиком Ришелье и не с разной кофточкой Боха. Но, к сожалению, их уже не было. Но я нашла ещё несколько вещичек, которых я в прошлый раз не видела и решила их примерить. Первое, что я нашла, это вот такая жилетка. Она XL размера. Очень приятная на ощупь, очень приятный зелёный цвет. Сзади она однотонная чёрная, а спереди зелёная с таким молочным, с песочной вставочкой. Вот так она смотрится на мне. Она такая достаточно длинненькая. Внизу идёт как на резиночке немножко. Интересная вещичка, но брать не стала, потому что мне она не совсем подходит. Вам предлагать тоже, мне кажется, ну, не такая уж вещица, чтобы вам её предлагать. Необычной находкой стал вот этот топ от SuperDry. Впервые вижу от SuperDry топ, потому что раньше мне попадались только толстовки в основном этой фирмы. Берки с составом не было, но я думаю, что это хлопок с вискозой, скорее всего. Лямочки здесь регулируются. Внизу он идёт с такими рюшами. Мне, в принципе, понравилась эта модель. Интересно села. Вот эти рюшечки внизу такие забавные. Он вроде чуть-чуть прозрачноватый, но не сильно светится. Поэтому смотрится, в принципе, нормально. Также решила примерить жёлтую рубашку. Здесь на пуговичках даже есть логотипы. На битке с составом запасная пуговичка есть, но эта рубашка идёт приталенного кроя. И здесь такой жёлтый цвет. На камере он кажется ярче. В жизни он чуть более спокойный. Мне кажется, у лица у меня такой прям ярко-ярко-жёлтый цвет не очень идёт. Мне идёт более такой приглушённый жёлтый, пастельный. А вот этот слишком как-то ярковат для меня показался. Ну и в целом рубашка мне не очень впечатлила. Поэтому её брать я не стала. Как вы знаете, я люблю примерять какие-то необычные вещи. Поэтому с радостью их беру в примерочную. Вот такая вещичка из стопроцентной вискозы. Здесь как-то необычно скроены рукава. Спинка необычная. И вот так это смотрится на мне. Очень странная вещица по крою. Но мне некомфортно. Мне всё время хотелось этот рукав куда-то подтянуть. Смотрится странно. Некомфортно телу. И такая достаточно прозрачная ткань. Привлёк меня принт на вот этой блузочке. Здесь такие цветущие какие-то кактусы. Это стопроцентная вискоза. И уже только на бирке с составом я увидела, что это большой размер. А так я думала, что это в принципе мой размер. И вот эти вот плечи, их не надо поднимать, а их надо носить вот так в спущенном состоянии. Спереди идёт такая двойная, двойной подол, скажем так. Но явно видно, что она мне великовата. И на меня она больше как туника, нежели блузка. Вискозная платьица нашла из стопроцентной вискозы. Здесь очень интересный цвет такой, сливово-баклажановый. На камере он чуть светлее, кажется, в жизни он потемнее. Вот, наверное, ближе даже вот на фрагменте видео, где я уже примеряю. Ну, только сейчас заметила, что мой ремешок новый на часах даже отлично вписался сюда. Спереди есть два шнурочка и такой небольшой разрезик. Рука в три четверти и в поясе резиночка небольшая. Прикольная платьица. Мне понравилось. И даже под мой рыжий цвет, мне кажется, подходит. Нашла юбку от Венетон. Скорее всего, даже новая, потому что есть остатки всяких этих бирочек. Стопроцентный хлопок. По низу идет вот такая вышивка. Хлопок очень тоненький, воздушный. Она идет на резинке, но резинка отличается по цвету. То есть юбка белая, а резинка какая-то желтоватая. И меня вот эти вот юбки на резинках прям смущают. Вот эта вот резинка, которая сверху еще идет такая. Ну вот. Такого формата мне не очень нравится. Ну и все-таки она слишком прозрачная. Нашла еще вот такую пеструю юбочку. Решила примерить. Она тоже из стопроцентного хлопка. Ну здесь уже плотный такой добротный хлопок. Подкладки нет. Вот так она смотрится на мне. Она мне великовата. Здесь есть такой шнурок, но им особо сильно ничего не утянешь. Потому что он просто строчен в боковые швы. И он ничего не стягивает, не утягивает. В общем, эта юбка тоже мне не очень понравилась. Нашла еще вот такие юбку-шорты. Здесь даже есть 25% льна. Фирма мне неизвестная. Такой полосатик. Идет такими шортиками. Есть кармашки. Вот так это смотрится на мне. Но, как по мне, я не поняла. Мне не очень понравилось, как смотрится это все. Как-то несуразно. Поэтому нет. Еще нашла бриджи белые. Думала, что может обрежу их до состояния шорт. Бирку состава не нашла. Но, скорее всего, это хлопок. Потому что ткань такая очень плотная. Что меня бесит в белых джинсах, что вот эти передние карманы прям просвечиваются очень сильно. Видно, где они кончаются. И у меня они все-таки сели так довольно-таки в обтяжку. И даже если обрезать шорты, они будут тоже сильно меня обтягивать и перетягивать. Я, конечно, колготки примеряю, но колготки тонкие. И я думаю, без колготок сильно ничего не изменится. Поэтому тоже мимо. Классной находкой стала юбка из стопроцентного льна от Макгрегор. Это довольно-таки дорогая фирма. В России она не представлена. Здесь идет стопроцентный лен и подкладка из стопроцентного хлопка. Размер это, к сожалению, не мой. Но эту юбку я решила взять и предложить вам. Потому что лен здесь просто потрясающий, такой плотный, добротный. И видно, что это качественная вещь. И подкладка здесь из стопроцентного хлопка. Вот настолько она мне велика. Но длина хорошая. Прикрывает коленку. И есть кармашки боковые. Интересно пошита эта юбочка. За счет подкладки плотная ничего не светится, не просвечивается. Вот такая вышивка сбоку еще есть. В общем, юбка реально классная и качественная. Мне кажется, ее практически даже не носили. Так что, кого заинтересует, пишите. Итого, из этого магазина я ухожу с тремя покупками. И давайте переместимся в следующий магазин этой же сети. Я поехала. Машу вам уже из другой примерочной. В примерочной меня поймала моя подписчица. Передаю ей привет. Отзовитесь в комментариях, чтобы я поняла, кто вы. Так что меня уже узнают подписчики. Спасибо, мне очень приятно, что вы обратились ко мне. Напишите в комментариях, чтобы я поняла, кто вы. Итак, давайте примерять. Набрала я вещичек не так много. В этот день как-то мне не очень понравился ассортимент. И осталось вещей не так много. Приглянулся вот такой, не знаю, пиджакетик. Его назвать хочется. Понравились у него пуговицы такие добротные. Песочный такой, с рыженькой цвет. Он, конечно, очень мятый. И невозможно понять, как он будет смотреться. Но мне он в целом понравился. Вот когда тепло, накинуть просто сверху на что-то. И будет прикольно. Но сзади, конечно, вот эта вот растопырка на спине. Так я и не поняла, зачем она сделана. Дальше примерю несколько юбок. Здесь полиэстер и вискоза. Не знаю, здесь как-то ткань 1, ткань 2. Полиэстер, вискоза. Я так и не поняла, где что имелось в виду. Ну, в общем, это такая вот типа шифоновой юбочки многослойной. А-ля девочка-розочка, но черная в крапинку. Скажем так. Фасон, в принципе, интересный. Но великовата она, наверное, мне. Потому что кокетка как-то не совсем так смотрится, как хотелось бы. Наверное, все-таки на разметочек поменьше надо было бы. Ну, так интересная. На ощупь она, кстати, тоже очень приятненькая. Кручусь-верчусь. Но все-таки нет. Не представила я, с чем я ее бы носила. Кроме какой-то обычной футболки. Необычной находкой стала вот такая юбка. Она тоже, наверное, в стиле Боха. Здесь 50 на 50 шелк и хлопок. Да, все правильно. Хлопковая подкладка. А вверх, я так понимаю, вот шелковая. Но уже в примерочной я обнаружила, что на подоле оторван просто клок. Но решила все равно примерить ее для вас. Она очень необычная. Спереди еще пришиты вот пайетки по краю. И сзади она идет на удлинение. И вот кусок оторван. То есть это либо перешивать. Подшивать немножко подол. Ну и опять же здесь какая-то такая желтушная непонятная резинка от трусов на талии. Смотрится непонятно. Ну, на переделку я, конечно, это брать не буду. От Nike нашла необычные такие спортивные штанишки. Сначала мне показалось, что это будет что-то типа Аладдинок таких с заниженной мотней. Вот. Они идут укороченные, типа бриджиков. И сборочки там по бокам на штанинах идут. Конечно, синтетика по составу. Но спортивная одежда зачастую вся такая. Не знаю, кстати, оригинал это или нет. Ну вот, бирки я вам показала, какие были. Вот логотипчик сбоку. Внутри, кстати, есть шнурочки. Вот так они смотрятся на мне. Смотрятся, на удивление, весьма неплохо. Я думала, будет хуже. Я думала, эта вот мотня будет болтаться прямо где-то до колена. Но нет. Они просто сверху сидят свободно. И это даже может в какой-то степени хорошо. Примеряю, конечно, на колготки. Но в целом мне понравились. Еще одна интересная находка. Это вот такие бермуды. Необычного синего цвета. С рисунками. Тут такие вот деревья. И львица с ольвенком сидят под деревом. Вот такая фирма. Вроде погуглила. Бермуды этой фирмы там до 200 евро аж стоят. Состояние у них, конечно, среднее. Но мне они прям понравились. Не знаю, такой веселый, жизнерадостный цвет. Такой веселый узор. И мне кажется, с белыми кроссовками, с какой-нибудь белой футболкой. И какой-нибудь, может, джинсовой рубашкой нараспашку сверху. Будет смотреться интересно. Потому что совсем микро-шорты я не люблю. А вот такой длинный шорт я летом с удовольствием буду носить. Так что мне они очень понравились. Их я заберу точно. Нашла вот такое платье-майку из вискозы. Такого песочного, приятного цвета. Но, к сожалению, это размер XS. Я думала, что если оно мне подойдет, я возьму вместо пижамы ночнушки. Но оно, к сожалению, да. XS это уже не мой размер. Потому что оно меня перетянуло прям. Такое, как бандажное платье практически получилось. Да. Поэтому на пижаму это точно не потянет. Если только вот отрезать как-то и сделать майку. Но, опять же, она слишком прям плотно въелась. И не хочу я с этим заморачиваться. Поэтому брать не буду. Еще нашла вискозная платьица. Только уже во втором магазине. Не знаю, обожаю вискозу. Она такая приятная на ощупь. Здесь уже идет платье типа какого-то платья сафари даже в какой-то мере. Должен был быть поясочек тоненький еще в комплекте. Но его не было. Размер указан 40. Но на меня оно село достаточно, в принципе, свободновато. Но неплохо при этом. Понравилось, что внутри воротничка такая цветочная отделка. Два таких имитационных кармашка на груди. Злохматила свою прическу, пока надевала. Есть карманы в юбке. Вискозу я прям обожаю. Единственное, что черный цвет и мои три кота, это немножечко несовместимо. Нашла еще вот такое платье. Это уже фирма Депт. Я не знаю, как правильно. Я читаю, нет. Но бирка с составом, к сожалению, срезана. Но я знаю, что у них есть шелковые вещи, бывают. Я так и не поняла, что здесь сверху шифон просто какой-то или все-таки это был шелк. Потому что подкладка вискозная. А сверху вот такая вот тканюшка. Она очень похожа на ту, которая была в юбке, где подол порван. И вот так смотрится на мне. Но мне это прям напомнило какой-то бабушкин халат. Не знаю. Мне прям сразу представились бигуди на голове. Либо полотенце. Либо это вот все-таки какой-то пляжный вариант. Потому что спереди такой разрез непонятный. Забоку такие на рукавах, на плечах шнурочки еще. Ну, мне не очень понравилось. Нашла вот такой джемпер от Оливер. И там написано что-то про лен. Но бирку с составом я не нашла. И я думаю, да, склоняюсь к тому, что все-таки это изолина вещица. Но какой процент льна здесь, я, к сожалению, не знаю. Он белый. И прям хорошо сохранился для секонд-хенда, для последних дней. Удивительно, что его никто не забрал. Потому что он в хорошем состоянии. С интересным составом. С интересной вязкой. И думаю, даже под заправку его с какими-нибудь джинсами будет прикольно. Либо даже на выпуск. С теми же светлыми джинсами от Levi's, например. Которые я недавно купила. В общем, прикольный свитерочек. Сбоку есть два разрезика. Удлиненный рукавчик приспущенный. И достаточно приятный на ощупь. Сегодня мне везет на вискозу. Мне на нее всегда везет. Я ее, в принципе, ищу и люблю. И поэтому она мне попадается часто. Нашла вот такую футболку. Фирма мне неизвестная. Ну, здесь такой принт. Я не знаю, как какой-то березовой коры, что ли, я бы назвала. Футболка-березка, короче. А сзади прикол. Дырка для проветривания. Ну, на лето, мне кажется, это почему бы и нет. Спина проветривается хорошо. Вискоза моя любимая, приятная к телу. Поэтому на лето такую футболочку заиметь. Почему бы и нет. Светленькая, с принтом, с проветриванием. Красота же. Берем. Да, я думаю, что возьму ее. Еще одна несуразная вещица мне попалась. Прямо я думала, она будет смотреться как-то интереснее. Меня в первую очередь удивил состав, что это стопроцентный лен. И я думала, что как-то она сядет поинтереснее. Типа такой накидочки будет. Потому что она очень длинная. Есть, конечно, пару зацепок. Ну, в принципе, это все поправимо. И ничего страшного. Интересный ворот. Ну, какой-то бинт мне напоминает. Вот так это все выглядит. Я эту вещицу назвала сверху Клеопатра. А, нет, как я назвала. Сверху не фертите, сбоку помогите. Потому что непонятно, на что я носить. Сбоку вот такие проймы, скажем так, почти до бедер. Сверху вот такой воротник непонятный. В общем, в мумии возвращаются. Какие-то бинты мумии просто. И как это носить, я не понимаю, не представляю. Потом убрать не стала. И последнее, что я вам покажу. Необычную вещицу. Она даже новая, с биркой. Здесь, конечно, полиэстер. Но он, кстати, очень приятный на ощупь. Но здесь непонятный вырез. Спереди идет отделка такими кожзамовскими штучками. Воротник и манжеты. И вот так смотрится на мне темно-синий такой глубокий цвет. В принципе, сел неплохо по размеру. Но вот эта вот штука, я так и не поняла. Что задумал дизайнер. Потому что мы погуглили. И все-таки это что-то недешевый какой-то бренд. И непонятно, чего хотел добиться дизайнер. И я ее точно не задом наперед надела. Потому что я попыталась надеть ее задом наперед. Но она тогда воротник душит. Плечи уползают. То есть это точно носится как-то так. Но у меня возникла идея. И я взяла и просто заправила эту блузку в юбку. То есть я вот эту часть ткани перевела на одну сторону. И закрепила юбкой на высокой посадке. И тогда это смотрится вполне интересно. То есть можно играться на одну сторону, можно на другую. И тогда это смотрится уже вполне носибельно. И даже как-то интересненько. А на этом у меня все. Я уезжаю с кучей покупок. Очень довольная. Напишите вы, что понравилось вам.